здравствуйте мои дорогие любимые зрители я рада что вы снова заглянули ко мне на канал и я хочу сегодня сделать два украшения но прежде хочу поблагодарить вас за ваши комментарии за ваши лайки то что вы подписываетесь на мой канал мне осталось всего одна тысяча до 10 тысяч подписчиков и если вы меня смотрите до сих пор не подписаны помогите мне дойти до этой цифры пускай это будет ну сделайте мне такой новогодний подарок мне будет очень очень приятно а я буду стараться радовать вас новыми видео и показывать свои интересные находки рассказывает где я что нашла свои творческие работы показывать вам но делиться своими секретами все что знаю у меня секретов от вас нет все что я сама узнаю до чего сама дохожу и все вам рассказываю мне очень хочется с вами поделиться всегда вот спасибо вам огромное и спасибо большое ютубу за то что он убрал дизлайки это очень приятно это так стимулирует потому что каждый раз удивляешься ну что такого видео не то что ставят дизлайки я же ведь ничего плохого не показываю есть такие видео например ну где что-то нехорошее да ну там и ставьте дизлайки а когда видео продуктивное когда она не только моё я вообще говорю про все видео рукодельниц про видео разных интересных мастер-классов это же не знаю только лайки потому что когда мы с вами делимся друг с другом опытом и когда мы несем в мир прекрасное но ничего лучше этого нет мы вместе сделаем мир лучше ну а сегодня я хочу показать вам вот такую коробочку вот этот кулончик вы наверное все помните из моего недавнего видео я купила этот кулон на ebay магазине винтажных вещей и он пришел ко мне приехал из сша это мексиканский кулон здесь проба есть 925 здесь где-то я увидела мексика по моему маркировка нет это мое предположение что мексиканский кулон вообще я не знаю точно может быть это индийский кулон но скорее всего наверно все таки мексиканский вот кто-то написал мне до лилия мне написала что похоже на рождественскую звезду действительно очень похоже я сейчас хочу сделать с этим кулоном украшения бусы присоединить и посмотрим что у меня получится вот эта зеленая вставка это же дает и цветочек перламутр вот это серебро у меня есть перламутровые бусины вот здесь у меня коробочка белых бус и среди них есть перламутровые вот такие бусины возможно что вот кулон будет на белых перламутровых бусин он так смотрится каким-то свежим таким летний мятным на белых бусах но есть еще вариант сделать зеленые бусы правда из жидеи то я не буду делать не буду не покупать никакие больше бусин у меня их и так много вот надо расходовать тот материал который есть но у меня есть вот такой хризопраз который я купила торговом центре севастополь я купила этот хризопраз для того чтобы соединить его с малахитом вот смотрите я сейчас покажу вам вот у меня малахитовый браслет конго который я купила на выставке мастеров здесь москве но продавал его прям человек из африки это прям настоящий африканский малахит но стоил этот браслет полторы тысячи вот только один браслетик стоил полторы тысячи или по-моему тысячи я не помнили я сговорилась с ним на тысячу ну вот я сейчас не помню на видео я показываю вот и я смотрите хочу из этого браслета сделать все-таки бусы я не знаю как браслет он такой конечно великоват мне я хотела сделать бусы и просто мне нужен был такой продолговатый малахит и смотрите мне кажется что будет очень интересно если я соединю малахит с таким цветом как у него есть здесь до присутствует а у него у этого малахита африканского в отличие от малахита уральского которого сейчас уже нет месторождения вот только можно в старинных бусах найти в разных винтажных украшениях вот в африканском малахите есть такой голубой цвет вот такой цвет как бы зелено-голубой и он же есть вот в некоторых бусинках хризопраза видите вот я хотела отсюда выбрать только бусины которые подходят к малахиту а вот эти теплые травянистые бусинки убрать но вот теперь я смотрю что вот эти теплые травянистые бусинки вот такие разные можно например попробовать вот к этому камушку присоединить потому что этот камушек он имеет такой теплый цвет вот этот теплый а вот этот холодный и бусины сейчас разделю холодные бусины я положу вот сюда к этому браслету а теплые бусины я положу кулону ну вот и белые бусины вот эти сейчас я попробую их соединить на ниточку и мы с вами посмотрим какие же бусины лучше подойдут к этому кулону вот эти или вот зеленые отсюда и так смотрите я нанизала зеленые бусины выбрала все такие грязного и теплого оттенка вот эти более холодные видите для сравнения я отложила сейчас посмотрим что с ними можно сделать и давайте посмотрим как будет смотреться это украшение на зеленых бусах так на зеленых и сейчас посмотрим на белых и вот так на белых в общем я не знаю мне кажется что все-таки на зеленых лучше хотя на белых смотрится как-то оригинальные свежее но дело в том что когда мы надеваем этот кулон на белые бусы то как-то от него отходит внимание он уходит на второй план потому что бусы очень яркие привлекают к себе внимание а если на зеленых то украшение становится немножко спокойнее правда и акцент уже попадает на кулон хорошо было бы чтобы бусы были чуть чуть поменьше диаметром но по моему к сожалению вот такого диаметра не было бус поэтому но вы давайте посмотрим вот на этом варианте все-таки спокойнее мне так кажется смотрите я еще их так расставила от светлого к темному чтобы они равномерно уходили от светлого к темному смотрите есть у меня еще вот такие бусинки маленькие перламутровая сначала подумала может быть про ставить между но это будет тоже пестро между так между зелеными поставить белые вот так как тогда по моему тоже будет очень пестро отвлекать от кулона поэтому я поставлю здесь какие-то про ставочные бусинки скорее всего маленькие такие под серебро вот и подумаю как мне завершить это украшение теперь давайте посмотрим что получилось у меня с малахитом ну все уже в общем белые не будем использовать это точно хотя вот так еще раз посмотрим на белом тоже оригинально кстати нет я даже не знаю я теряюсь на каких лучше на белых тоже красиво белых или на зеленых все-таки даже не знаю сделаю на зеленых и давайте посмотрим что у нас с браслетом браслет я буду соединять с этими бусинами и есть два варианта либо поставить такие теплые бусинки но нет теплый не подходит либо поставить такие молочные вот такие вот молочно немножко не совсем вот такого цвета такой цвет тоже хорошо будет сказать такой цвет тоже хорошо будет но он как бы сливается с малахитом а хочется чтобы подчеркнуть малахит поэтому я буду ставить вот такие молочные желтоватые такие желтоватые бусины ну желтовато-зеленые бусины молочные вот такие выберу и поставлю их между малахитом но не знаю что получится тоже посмотрим с вами и сделаю еще просто такие бусы без кулона потому что бусины крупные я их поставлю по центру а задняя часть бус у меня будут вот такие рондели вот я их покупала в торговом центре севастополь там есть и на 16 этаже где-то на других этажах есть натуральный малахит конга прям настоящий он продается на вес очень тоже не дешевые вот эти бус бусины по моему на 1300 что стоили вот эти рондели вот они у меня тоже могут сюда в принципе подойти к этому украшению приступаю к работе и в этом видео я вам покажу что у меня получилось посмотрите что у меня получилось вот такое вот веселенькое украшение по центру кулон красивый звезда вифлеемская здесь смотрите под крепление кулона я разместила бусинки металлические маленькие чтобы он не на тросике находился дальше справа и слева я поставила резные бусинки индийские это посеребрение красивые очень у меня вот последние они оставались дальше в качестве проставочных бусинок я поставила маленькие радированные металлические такие бусины и в некоторых местах я сняла с браслета африканского и вот эти бусинки более не знаю уж серебряные они или нет но вот они такие тоже красивые узорчатые эти на них такие припаяны шарики они у меня впереди и посередине то есть их всего было а их было 6 штук вот четыре штуки я использовала в колье а две штуки в сережечках сейчас покажу вам и обратите внимание как я разместила бусины я их выстроила по цвету у меня здесь ближе кулона светлые бусины а дальше они переходят такие яркие и заканчиваются темными прикрепила двумя колечками я так делаю уже не первый раз для того чтобы колечки не разомкнулись видите около замочка и удлиняющий цепочку не стала делать потому что вот эта длина она оптимальная то есть она такая не короткая не длинная очень хорошие и к нему я сделала серьги и хочу сделать браслет вот такие сережки получились бусинки здесь правда яркие травянистые они есть в украшение вот здесь да здесь вот но почему я их использовала потому что они очень хорошо смотрятся вот с этими швензами такие яркие горят может быть они конечно чуть-чуть отличаются от общей цветовой гаммы украшения но в сережках они просто исключительно лучше смотрятся чем вот бусинки вот такого цвета но более спокойного хотя кому как сережки это она бронзы авторские такие цвет винтаж здесь серебро ну как бы цвет серебро и немножечко виднеется такая позолота и вот они две бусинки с африканского браслета у меня как раз здесь в сережках тоже оказались и у меня осталось еще такая звезда коннектор коннектор или кулон у нее крепление видите наверху и внизу 2 и я хочу сделать с этой звездой браслет я думаю что здесь будет вот они кстати эти бусинки я думаю что здесь будут бусинки в 2 ряда здесь 2 ряда вот с этой стороны а здесь в один но еще не придумала как все это соединить подумай над браслетами и сделаю покажу вам потому что вот эти лучи звезд очень хорошо сочетаются с лучами звезды покажу вам попозже что у меня получилось а теперь хочу показать что как складывается второе украшение а второе украшение вот я сделала на мэмори проволоки но делаю еще пока она в процессе помните я вам говорила что хочу соединить малахит и вот эти бусины хризо праза причем мне нравятся бусины вот такого желтого ну как бы желтоватого молочного оттенка мне кажется что этот вот желтовато зеленый очень хорошо сочетается с малахитом здесь оказались еще две бусинки из рога по моему они из рога из кости черный такой или по моему черного дерева уже сейчас я не вспомню африканские они здесь не случайно ну во первых они по смыслу подходят мне так кажется потому что это малахит африканский из конго а потом я хочу поставить назад шнурочек вот такой силиконовый шнур черный и мне нужно чтобы здесь что-то черное такое было чтобы сочеталось в качестве проставочных бусинок я поставила диски синтетического гематита они тоже черные такие темные и вот смотрите я специально не доделала бусы по хочу вам показать одну вещь вот видите сейчас сниму бусинку малахита и покажу вам этот малахит я покупала на выставке сокровище самоцветов у продавца из африки и это настоящий малахит вот обратите внимание на спил ну во-первых дырочка кривая вы видите около дырочки такой как бы скольчик небольшой и посмотрите на спил этого камня то есть он уже не имеет такого малахитового рисунка вот этот вот более темный что ли вот такое но видно что это камушек здесь отшлифован а здесь нет да и вот сравнили но даже можно вот смотрите можно еще другую бусинку посмотреть допустим вот эту вот тоже кривая разлетелась кривая такая дырочка не по центру неровная одна дырочка поменьше другая может быть побольше вот они не идеальны эти дырочки отверстия и теперь давайте посмотрим на бусины который я купила в торговом центре севастополь я их покупала тоже как малахит конго навес и стоило кстати недешево как натуральный и вот он прям очень похож на натуральный малахит имеет вот такой же рисунок да но сравнив с этой бусиной я пришла к выводу что этот малахит прессованный наверное с крошки но спрессованный из каких с какой-то смолой может быть смешанный потому что вот обратите внимание какая бусинка сбоку во-первых она вся отшлифована то есть сбоку не нет такого спила давайте сравним спел на этой бусине и здесь да есть разница во вторых отверстия все идеальные без вот таких скольчиков и как будто ощущение как будто чуть-чуть вдавлена вот посмотрите как будто залито в какую-то форму вот если так изучать бусины очень внимательно то можно сделать определенные выводы вот видите естественная бусина да вот естественная бусина природный ее срез ее отверстие со сколом и вот эта бусина вот я вам даже так покручу видите она как бублик и у нее углубление как бы ну как так можно даже если здесь отшлифовать то как можно здесь сделать такое углубление такое впечатление что вот она просто залита как формочку или спрессована и все такие бусин это не одна ведь вам видно разницу многие просто мне пишут как я различаю что вот натуральный почему я так говорю что натуральные или прессованный очень внимательно надо изучать материалы бусинам вот поэтому эта маленькая бусинка она возможно стоит из малахита сделала но из прессованной крошки а вот эта бусина из цельного малахита такая разница эти прям идеальные на них на маленьких бусинках смотрите есть маленький такая здесь с дефектом 1 бусина сейчас я вам ее найду было только что мне прям попадалось бусинка с дефектом вот это единственный дефект который мне попался вот ну даже этот дефект он не дает ощущение у меня что это бусина натуральная из камня выточен что она как будто вот склеена меня создается впечатление многие бусины то ли сплавлены то ли склеены и у всех идеальное отверстие никакого скола нет и у всех такое ощущение что немножечко вот этот спил вот этот плоский он неровный отличается от бусины которые вам сейчас показала в общем делайте выводы сами я не собираюсь никого убеждать или ну как-то отстаивать именно на свою правоту ну просто такая вам такая такой момент для размышления да вот ну для рукоделия это для творчества это совсем не мешает потому что бусины очень красивые и для украшения будут смотреться прекрасно вот ну просто я люблю когда все честный когда продавец который продает говорит что это прессованный материал они натурально вот выточены из самородков вот и продает навес их да тем более не задешево по цене было бы было эквивалентно вот тем бусинам которые я купила на выставке вот я даже обрадовалась думаю вот зачем ходить по выставкам когда можно пойти в торговый центре севастополь купить там малахит но теперь нет я все-таки буду покупать камни на выставках особенно вот этот вот африканский малахит настоящий ну или у проверенных продавцов где я уже покупала через интернет магазины вот вот сейчас я буду доделывать это украшение колье сделаю к нему сережки а может быть даже не буду вот эти можно использовать к нему к этому колье до сережки вот и и браслет тоже со звездой можно использовать просто будет два украшения но сережки и браслет будут к ним подходить обоим доделаю сейчас вот это украшение на мой море проволоки покажу вам красивые бусины я прям на них любуюсь и очень приятно держать вот именно не прессованный а настоящий такой малахит самородок ну вот все украшения зелеными камнями готовы я доделала колье на мэмори проволоки посмотрите какой она получилась нарядная красивая центральную бусинку я украсила шапочками это такая морская тематика она бронза тоже изготовила эти шапочки виде морских звезд но чтобы сделать акцент в середине чтобы бусинка не была такая скучная шапочках она смотрится интереснее черные бусинки у меня подружились с черным силиконовым шнуром здесь повторяется этот цвет черный фурнитура такая под цвет оружейной стали темная чтобы тоже подчеркнуть черный цвет и посмотрите такой момент у меня не было широких таких бусин чтобы спрятаться концы шнурочка силиконового и я их просто зажала большими обжимными бусинами вот такие большие бусины обжимные у меня есть видите я их просто надела с этой стороны и с этой стороны и зажала не знаю насколько вам это понравилось но мне нравится как получилось такой вариант то есть вышла из положения ну вот здесь у меня на конце тоже по два колечка чтобы все было прочно колечки очень хорошие жесткие такие прям надежные вот это украшение короткая по основании шеи по вырез кофты прям под вырез свитера блузки вот очень красиво мне нравится как все-таки малахит подружился с хризапразом и сейчас мы посмотрим с вами браслет который я сделала к этим украшением у меня получилось два колье одно вот такое другое кулоном сережки морские звезды и вот такой браслет тоже звездочку и сюда поместила но не по центру а ближе к замочку потому что мне все-таки не хочется чтобы по центру была звезда с одной стороны две нити бусы а с другой стороны одна нить бус как-то мне показалось что мне так не понравилось поэтому звезда у меня здесь сбоку но сейчас я вам покажу два варианта как можно носить этот браслет бусины посмотрите как я разместила по центру более темные по краям светлые еще такие моменты посмотрите бусинку здесь повесила в шапочке здесь вот так соединила через колечко две нити вывела на одну к замочку вот и сейчас я попробую надеть на конце удлиняющей цепочки здесь у меня видите яйцо фаберже это серебряный кулончик такой старинный старенький винтажный он лежал просто в шкатулке никому не нужны а сейчас он будет здесь украшать браслет такой тяжеленький и вот эта бусинка и так сейчас я попробую его надеть браслет зажимаем цепочку специальном видите поставила большое кольцо чтоб удобно было зацепить замочком вот и получилось что можно носить вот так на руке получится две нити бус зеленых под загорелую кожу будет очень красиво или можно носить вот так вот на бок чтобы была видна звезда звезда и бусина и вот это яйцо фаберже на цепочке все вот будет вот здесь сбоку в общем можно и так и так ну как ляжет этот браслет пускай он сам по себе живет на руке и ложится так как удобно так можно не знаю нравится вам или нет такой вариант такое зеленое настроение получилось сегодня сейчас в конце видео я вам продемонстрирую украшения на себе и вы напишите какое вам понравилось но понравились ли вообще эти украшения может быть что-то не так напишите пожалуйста мне очень важно ваше мнение мне интересно очень читать ваши комментарии и я прислушиваюсь потому что вы все большие мастера вы все молодцы и просто я не вижу ваших украшений но я уверена что у вас очень красивые получаются изделия и многие советы которые вы мне даете для меня очень ценные ну например посмотрите смотрите у меня есть зрительница светлана кулакова света посоветовала мне надеть на цепочки вот эти ну как их назвать бубенчики что ли их назвала которые были три подвесочки которые изначально были на этом колонию здесь посередине и цепочки стали иметь законченный вид посмотрите я их надела как красиво получилось но я сделала специально их ниже ну то есть не стала укорачивать цепочки сделала ниже чтобы они вот выглядывали очень интересно действительно вид получился более завершенный и получилось что я ничего не растеряла все что было изначально на этом колоне все так и осталось вот спасибо светлана огромное и вам вообще всем девочки спасибо за то что вы мне даете такие ценные советы я не догадалась бы вы молодцы мы мы с вами коллективный мозг ну давайте я вам покажу сейчас вот эти два украшения на себе как на мне они смотрятся если вы хотите повторить в общем то это несложно вот так такие бусины все это можно найти если кто-то хочет чтобы я для вас сделала вот такое колье то я могу повторить и вот эти бусины найти и этим только единственная цена у такого колье будет наверное не меньше 4000 потому что материал очень дорогой я на продажу вот когда я делаю какие-то украшения выкладываю на продажу я не покупаю такой дорогой материал потому что я не знаю купит ли у меня эти украшения но они останутся со мной потраченные деньги поэтому из дорогого материала я могу сделать украшение но на заказ если кому-то захочется я могу сделать на заказ и соответственно такие тоже могу сделать бусы только кулон подберем другой найдем вот так вот в общем если нравится пишите ну вот посмотрите как украшение смотрится на мне это короткое колье с малахидом так она сидит на шее сережки браслет со звездой вот такой зеленый цвет очень приятный красивый и сейчас покажу вам второе украшение со звездой вот такое украшение со звездой какой-то очень смелая звезда такая крупная сережки сюда так больше даже подходит и браслет так все смотрится вместе вот ну моя любимая длина кстати ну вот так получилось надеюсь вам понравился этот комплект понравилось это видео напишите пожалуйста ваши впечатления а я с вами прощаюсь всего доброго до свидания а